Всем привет, с вами Тааса и Мисс Евка. Сегодня у нас будет видео про топ лёгких и быстрых завтраков перед учёбой, перед школой, чтобы быстренько что-то себе делать, покушать. Ну, в общем, собственно, будут разные идеи завтраков. Сразу же скажу, что если вам зайдёт такая тематика, то пишите в комментариях, и я подумаю насчёт второй части. Точнее, я не подумаю, а я сниму вам вторую часть, потому что на самом деле, естественно, в этом ролике будут буквально там, ну, немного каких-то вариаций рецепсиков. Вот, их на самом деле много больше, у меня много разных идей, что можно приготовить быстренько. Вот, поэтому пишите в комментариях, жду вашу удачу, так и не забывайте про мой телеграм. Ну, а мы начинаем, погнали. Первый завтрак, быстрый завтрак, который прям завоёвывает отдельное место в сердечке, это творог. Необычное сочетание, сейчас вам покажу, как я люблю больше всего. Обычный творог, мой любимый от Агрокомплекс. Потом сметану или же греческий йогурт. Я возьму греческий йогурт, или у меня его нету, а нет, греческий йогурт есть. Греческий йогурт, Теос тоже моя любимка. И я очень люблю добавлять в творог какие-то добавки, и люблю смешивать зернёный творог, допустим, с топпингом. Вот, допустим, с топпингом манго-маракуйя. Конечно, также завтраку можно дополнительно, там добавлять сырочки, что-то подобное. Мы берём любимые наши бананы. Без них я вообще не представляю, как можно завтракать. Чаёчек, это, конечно, тоже всё по желанию, но у меня любой завтрак, это всегда с чаем. Подсела, кстати, сейчас на вот такой вот чай. Ой, он не разваливается. В окее попробовала. Реально прикольный. Мне понравился. Что мы делаем дальше? Берём творог, смешиваем его с греческим йогуртом. А следующим действием берём зернёный творог, и также его добавляем в наш обычный творог. Вот таким образом. Вы также можете не добавлять ещё греческий йогурт, вы можете просто смешать два вида творога, и я ещё потом добавляю как раз вот этот топпинг, манго-маракуйя, который идёт в наборе зернёному творогу. Таким образом всё соединяем. Вот эти вот все три продукта также добавляем в топпинг. Ну, это может быть любой топпинг, конечно. У меня просто вот я люблю именно от Савушкина вот такой вот. Дальше дело, конечно же, идёт швейджер. Но завершаем мы всё нашими любимыми фруктами. Это может быть не только банан, также можете добавлять всё, что угодно. Мне очень нравится сочетание с бананом и яблоком. Именно вот в этой смеси, так сказать, это прям идеально. Но яблока у меня нет, поэтому сегодня будет только с бананом. Также ещё добавляем любимую вранолу и мюсли по желанию. Вот сейчас это мой фаворит именно мюсли. Гранолу я тоже ем, но в основном с молоком. Но я очень люблю вот сюда вот добавлять мюсли. Я банан просто обожаю. Вот так вот я его добавила. И можно ещё комбо добавить также каких-нибудь хлебцов. Допустим, карамельные. Вот. Но сегодня я не хочу просто всё шлифанём гранолой. Точнее, мюсли, а не гранолой. Вечный путь. Вот и всё, собственно. Наш быстрый вкусный завтрак готов. Обожаю такое сочетание. Плюс творог очень насыщает. Лично меня. Не знаю, как вас. Особенно в комбинации ещё с фруктами. Это идеально. Конечно же, не забывайте всё перемешать. То есть зернёный творог вместе с обычным творогом, греческим йогуртом, бананом. Потому что именно когда вы всё перемешаете вместе в сочетании, это будет просто божественно. Всем приятного аппетита. Я всё-таки не сдержалась и добавила ещё малины. Для такой кислинки некой и вкуса. Я просто за такой присед. Завтраком могу полпачки вот этих мюсли съесть. Потому что они не настолько вкусные. Опять же, в сочетании с творогом остановиться нереально. Следующий вариант быстрого и вкусного завтрака – это конвертик. Конвертик с разным наполнением. То есть там с сыром, с ветчиной, с колбасой, с куриной грудкой. Сейчас я вам всё покажу. Вот такая поляна. Вам, собственно, нужна какая-нибудь лепешка любая. У меня со вкусом сыра. Вот такая вот. И любое наполнение. Сначала я беру творожный сыр. У меня мой любимый творожный сыр – это алимента. И этим творожным сыром. А, сначала мы, кстати, делаем немножечко надрезик. Сейчас покажу. Мы делаем вот такой вот надрез, чтобы потом свернуть наш конвертик. Вот. Я немножечко мажу сначала творожным сыром. Вот эту где-то часть. Могу даже и всю лепёшку, кстати. Так как я очень люблю творожный сыр, и я считаю, что много творожного сыра не бывает. Ну, а далее мы уже берём наполнители, да, тоже по желанию. Допустим, там колбасочка, сырочек. Авокадо я потом добавляю. Сначала выкладываю вот ингредиенты такие. Кстати, можно спокойно добавлять ещё в питу какие-нибудь помидорки, какие-нибудь овощи. Но сегодня у меня такая пита будет без овощей, потому что что-то помидорки я не нашла. Поэтому сегодня будет просто вот так сырка, браса. Я добавила сверху ещё рулета. Что мы делаем далее? Далее мы берём варёное яйцо. Одно-два, сколько хотите. Я беру, наверное, одно. И вы можете сделать любую для него начинку. Можете просто разбить яйцо, да, пожарить его там солью, допустим, и потом это всё завернуть в конвертик и конвертик поджарить. Либо вы можете сделать мини-скрэмбл, добавить яйцо, немного молока и также добавить его сюда. Я сегодня хочу сделать мини-скрэмбл, поэтому я сейчас в тарелке разобью одно варёное яйцо и добавлю немножечко молочной соли. И потом это всё вот здесь вот сделаю. Ну и делаем, добавляем. На самом деле добавлять яйцо, вот, в наш, так сказать, конвертик совсем не обязательно. Но если вы хотите более сытный, плотный завтрак, да, то можете сделать. Можете просто без яйца так же завернуть это, и потом уже сейчас покажу, что это сделать. Ну вот, у нас тут уже получился такой скрэмбл. Далее мы просто наш скрэмбл вываливаем уже вот сюда. Главное, чтобы это всё не вывалилось. Дело за малым. Нам нужна наша сковородка. На котором мы будем поджаривать наш омлетик, ой, омлетик, этот конвертик. И сворачиваем, да. Опять же, ребятки, сильно не перебарщивайтесь начинкой. Потому что иногда у меня это всё вываливается или рвётся из-за того, что у меня очень много всего. Вот, допустим, как сегодня, мне кажется, всё пойдёт через одно место. Ну и, собственно, всё. Можете на масле, можете без масла. Поджариваем наш конвертик. А пока я беру наш авокадо, его так же нарезаю. Вот. И его можно было предварительно, конечно, добавить, но я не люблю, куда авокадо тёплый, поэтому я его просто украшу рядом всё. Вот, видите, у меня немножко всё вывалилось, но потом я это всё постараюсь собрать. Ну и всё, собственно, наслаждаемся нашим завтраком. Вот я украсила здесь авокадо, сверху ещё посыпала всякими семечками, чаёчек, сырочек, и всё. И внутри у нас там будет тянуться сыр, просто прекрасное сочетание будет. Приятного аппетита. Вот, ребята, что я говорила. Сыр уже очень жёстко тянется. Вы не представляете, как это вкусно. Пока вы сами это не попробуете, вы не поверите, насколько это вкусно. Следующий классический базовый завтрак – это скрэмбл. Я буду сидеть... Здравствуйте. А где яйца? Мама, у нас ещё яиц нету? Мама. В итоге яйца я нашла, и, собственно, что нужно для скрэмбла. Я смешиваю два яйца и молоко, а также потом, пока это всё дело на сковородочке делается у нас, я ещё сверху всё предварительно сырочком посыпаю. И делаю себе мини-авокадо-тосты. Ну и вот такую вкуснятину я, конечно, обожаю скрэмбл. У меня тут аж яйца получилось. Ну, полтора сыр, курочка и авокадо-тостики. Вот. Обожаю. Ну и десерт какой-то. Плюс это очень быстро делается, особенно скрэмбл – это прямо мой любимый один из видов завтрака. Ну что, ребятки, последний рецепт – это мой любимый шоколадный овсяно-блин. Сейчас расскажу, что для этого надо. Он готовится максимально просто и, главное, что очень быстро. Вот что, собственно, для этого надо. Молочко, яйцо, овсянка, какао. Так мы будем делать шоколадный овсяно-блин, разрыхлитель. И ещё я его делаю всегда с кокосовой творожной начинкой, ну или просто с кокосовой стружкой. Вот. Для начала мы разбиваем одно яйцо. Далее нам нужны 30 грамм овсянки. Я добавляю в основном на глаз, но можно и прям не на глаз добавлять. Далее чайную ложку разрыхлителя. Я тоже тут добавляю на глаз. И полторы чайные ложки какао. Также для сладости добавляем сахзам или сахар. У меня сахзам. И далее 50 миллилитров молока. Я сейчас тоже буду всё на глаз добавлять. Ну и потом всё хорошенько перемешиваем. Также можно пробить всё блендером, чтобы у вас не осталось вот этих вот овсяных хлопьев. Но так как мне это не принципиально, и на вкус это тоже сильно не влияет, я не пробиваю блендером, а просто вот так вот перемешиваю и потом всё выпекаю. Вот. Честно, на вкус это сильно не влияет. Но это скорее для эстетики. Может, кто-то просто пробивает. Мне как-то лень, так как это быстрый скорее овсян, но, блин, это не обязательно. Скорее всё смешал и быстро выпекаешь. Далее мы смазываем сковородку маслом. Ну и, собственно, нашу жижу вот так вот выливаем. Готовим всё на среднем огне и также под крышкой, чтобы у нас всё и на водку тоже пропеклось. По времени готовим где-то около 5-6 минут. Я ещё сверху для эстетики немного кокосовой стружкой посыпала, но я потом ещё буду украшать. Для украшения, собственно, мы уже добавляем по желанию. Можете греческий йогурт, какие-то любые йогурты, которые вам нравятся, вы добавляете. Вот. Сегодня у меня какой вайд? Какой я хочу йогурт? Какие у меня тут есть? О! Вот. Я хочу с шоколадной крошкой. Вот. Можно просто обычный греческий йогурт без всего смешать. Там с сахзамом или с мёдом и с кокосовой стружкой. Может и со вкусом йогурт. И вот я сегодня на таком хочу вайде. Также ещё для украшения берём какие-то фрукты. У меня сегодня скудненько, у меня сегодня только бананчик. Но я хочу только бананчик, йогурт и вот кокосовая стружка. Сегодня у меня не очень если отличный получился овся на блин, он что-то подразвалился. Вот внутри мы вот так вот начиночку выкладываем, а потом его сворачиваем. Я сюда вот порезала банан и йогурт. Ну вот, собственно, всё. Я украсила ещё сверху джиром и кокосовой стружкой. Пью с молочком. Идеальный овсяный шоколадный блин быстренький готов. Всем приятного визита. Обожаю. Субтитры сделал DimaTorzok